С какими трудностями сталкиваются левши? Первое. Турникеты в метро. Я беру жетон левой, кидаю левой и пытаюсь пройти не в тот турникет из-за того, что закинуло не с той стороны. Второе. Люди считают, что я автоматически буду писать и рисовать хуже, чем они. Для левши ты отлично рисуешь. Да, блин, спасибо, меня прямо распирает от гордости, ха-ха. Третье. Сейчас модно оценивать леворукость и праворукость как-то по-другому. Людям не хватает того, что я пишу, ем и делаю какие-то действия, для которых нужна одна рука, именно левой. Они скажут что-то вроде, ну раз ты можешь использовать мышку правой, ты не настоящая левша. Все считают своим долгом сказать тебе, что ты тайная правша или амбидекстер. Ребят, серьезно, я не оспариваю вашу праворукость, так можете мою леворукость не оспаривать? Четвертое. Я играю на скрипке, левшей иногда переучивают держать смычок в левой, а скрипку в правой. Меня всегда учили как правшей, и помнится было у меня педагог по скрипке, который на каждую мою ошибку в правой руке, на все недочеты в штрихах и так далее, говорила. Ну ты левша, ты вообще не должна играть на скрипке. Пятое. Уже было сказано в трейде, дико бесит, когда ты сидишь рядом с людьми и пишешь при них очень часто, и в какой-то момент они такие, ой ё простая, да ты левша. Чувак, ты уже видел, как я пишу левой. Шестое. Хватит учить меня резать, лучше себя думать научите. Училка вызвала маму в школу по поводу леворукости, сказала, чтобы я переучивался на правую. Мама ответила, чтобы учительница переучилась на левую, а потом я переучусь на правую. Больше училка не лезла. Не понимаю всей этой темы с проблемами левшей. Я сама с детства левша. Некоторые вещи делаю правой, и вообще не чувствую никаких проблем. Говорят, что левшам сложно резать ножницами, но никогда не замечала. Делаю это левой рукой нормально. Не знаю почему, но с детства привыкла держать мышку правой рукой. Есть и писать левой. Но вот проблема с парцами для одного человека, это да, они сделаны для правой руки. И левшам на них по-любому сложно будет. Моя бабушка знала, что левшам сложнее делать те же вещи, что делают правши. И поэтому она научила меня писать, резать ножницами и так далее правой рукой. Теперь я умею писать, рисовать, резать и так далее правой и левой рукой. Для меня в детстве огромной проблемой стало завязывание шнурков. Ну, например, на кроссовках. Все в моей семье левши. И поэтому, когда я пыталась повторить за ними, у меня либо ничего не получалось, либо они очень быстро развязывались. Из-за того, что я левша, у меня возникают проблемы, когда я чищу картошку. Просто, когда я это делаю левой рукой, мне неудобно чистить ее в направлении на себя, как это положено. Потому я делаю это наоборот, от себя, и получается, что я ее не чищу, а стругаю. Стругать картошку гораздо дольше времени, чем чистить нормально. Зато, когда я попробовала почистить картошку правой рукой, то мне не составило труда сделать это в направлении на себя и гораздо быстрее. Я пишу правой, наверное из-за моего плохого почерка все люди, когда я пишу левой, думают типа я амбидекстер А все остальное я делаю не задумываясь левой, хотя удобнее правой А все что можно делать обеими руками, я делаю обеими Может я и правда амбидекстер, черт возьми Я левша и помню в первом-втором классе учительница требовала от меня, чтобы я писала правой Не получалось, от ее ора доходила до слез В конце концов я сказала маме, она пришла и этот цирк прекратила навсегда О да, я левша и из-за этого у меня целая куча проблем У меня ужасный почерк, мне надо сидеть только на первом варианте, хотя это не всегда получается И эти дурацкие ножницы, если я их забыла, то мне нужно попросить кого-то отрезать мне что-то Очень нелегко учиться вышивать, потому что на уроках труда учат, как это должны делать правши И самое главное любят задавать вопросы по типу Почему ты левша? Я не знаю, ведь правой рукой писать удобнее Извини, но мне удобнее левой, хорошо? Пожалуйста, люди, если вас просят о чем-то левша, просто помогите ему, не задавая лишних вопросов Я левша, с ножницами никогда проблем не было, а вот все остальное просто же за Тетради с кольцами? Купила один раз и этих мучений мне до конца жизни хватило Больше покупать не буду, спасибо Руки вечно в пасте от ручки? О да, от этого никак не избавиться Есть еще и много чего, но самое ужасное это люди Люди и их оригинальные вопросы Ты левша? Не понимаю, как ты можешь писать левой рукой, это же неудобно А давай ты напишешь что-нибудь правой, а я левой рукой Аааа... Проблема в том, что я левша, но я в основном двурукая Так как из-за всей нашей семьи я единственная левша Не считая моего переученного дедушки Например, я спокойно режу бумагу с ножницами для правшей, а левой не могу Но как всегда про спиральные тетради же за Я могу писать обеими руками, правда правой Это очень медленно, но зато разборчиво А от меня отец отказался из-за того, что я левша Ведь у нас все мужчины в семье связаны со стройкой Но я не могу пользоваться инструментами из-за того, что все инструменты для правшей Или нужно стоять с левой стороны, что неудобно Лично у меня трудность такова Некоторые люди заставляют делать действия правой рукой И это очень раздражает Меня с детства учили делать все правой рукой Потому что она правильная Теперь вот вроде бы я левша, но делаю все правой рукой Да Я левша, но не совсем Повторюсь, что тут многие писали Первое Мышкой я могу пользоваться любой рукой Но случайно привык к правой, ибо другого не видел Второе Писать мне нравится левой, и не считаю это неудобством Хотя бы вижу, что пишу, и сколько места осталось Третье В школе часто удивлял одноклассников На ходу меняю руку при письме на доске Четвертое Когда паяю, в левой руке держу паяльник Правый пинцет, и без проблем синхронно работаю обеими руками Мышку держу в правой Ножницы тоже Спиральные тетради не беру никогда Это ужас Специальные ручки для левшей уже кажутся неудобными Обычные лучше И кстати, почерк очень неплохой Сравнивая со многими правшами Оружие действительно бывает неудобным Потому что тебе нужно зеркально, а не так, как тут Но привыкаешь В остальном все нормально Но все предметы сделаны под правшу А это иногда мешает Правши Прошу вас Если человек, который пишет левой рукой Сидит рядом с вами справа от вас То не будьте тварями Отказываясь пересесть на другую сторону Во-первых, так, сука, будет удобнее вам обоим Во-вторых, этот человек будет вам дичайше благодарен в душе В-третьих, возможность начала войны за территорию снижается до 0% Я левша с задатками амбидекстра Когда я еще учился, меня всегда сажали с правшами И мы друг другу очень мешали В конце концов, я просто начал сидеть в одиночку Мне это нравилось, ибо я социопат Я и левша, и правша в равной степени Но большинство вещей делаю правой рукой Единственное, что я не терплю делать правой рукой Так это есть и пользоваться телефоном Хотя печатаю я одновременно двумя большими пальцами рук, если спешу Левой рукой пишу, когда мне скучно А нечем заняться или есть для этого настроения Для больших и быстрых конспектов только правая рука Потому что так немного быстрее Можно сказать, что левой я только ем и пишу Практически все остальное я делаю правой Это как проклятие Я как бы и не такой индивид, ведь левшей очень мало И как бы мне влетело, скажу, что только левшам знакомо Следы от чернил на запястье Не видишь то, что ты только написал А телефон я, кстати, левой рукой держу Поэтому мне удобно ставить лайки на постах ВК, Инстаграм Мой папа Амбидекстер В школе его пытались переучить, так как изначально он левша В итоге он может писать обеими руками Почерк почти одинаковый Левой может писать зеркально Разные действия он делает разными руками Но нож всегда держит в левой Я Амбидекстер, но предпочитаю писать, рисовать, кушать и так далее левой Просто предпочитаю, умею делать это вполне себе двумя Хотя левой и рисую лучше благодаря опыту И почерк ровнее и лучше Больше всего стоит реакция одноклассника в старшей школе Когда у доски надоело писать лево и перешел на правую Или удивление учителей все в той же школе Что почерк меняется по три раза на предложения Да и в младшей школе шутили, что сижу на стороне девочек Был такой прикол, что девочки сидят слева, мальчики справа Выбор скетчбука Боже, люди, зачем по больному? Или выбор ручки Боже, все тетради были в смазах от движения руки Причем одинаково от дорогих и дешевых ручек Слава всему живому, что существуют быстро сохнущие гелевы И благодаря им и карандашам выживаю Вот про инструменты же зажизненная Играю на леворукой гитаре Такую подарили, на такой и начал учиться Какой бы уникальный свой чертой я не считал это Но когда в компании онли праворукая гитара Начинаются проблемы Так как репертуар правой значительно меньше Единственная моя проблема Это грязная чернил рука и сражение локтями с соседом по парте Я даже мышь использую правой рукой Я просто увидел, как это делает моя сестра И начал делать так же А она правша Я левша, и поэтому я в первом классе писала довольно медленнее, чем другие И из-за этого подвергалась насмешкам И издевательством Позже меня оставили на второй год И все из-за того, что я левша И мне было труднее приспособиться писать Но сейчас все в норме Пишу, как все обычные люди Почерк красивый и понятный И еще эти вопросы о том Ты что левша? А на этом все Если видео вам понравилось Обязательно ставьте лайки И подписывайтесь на канал А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал Где я публикую еще больше контента Переведенного на русский язык специально для вас А также, если не сложно Оставьте комментарий более чем из четырех слов Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации Большое спасибо И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok